18 мая в рамках заключительного этапа муниципальной спартакиады педагогов в детском оздоровительном центре «Юность» состоялись соревнования по спортивному туризму. 12 команд из пяти детских садов, пяти школ и двух учреждений дополнительного образования разжигали костер. Поднимались спортивным способом, транспортировали пострадавшего, переправлялись по параллельным веревкам, преодолевали мышеловку, кочки, лабиринт и другие испытания. Мы с вами, педагоги, представляем образовательную систему Угличского муниципального района. И за нами наша большая армия, наши дети, наши родители. И мы должны быть с вами умными, красивыми, здоровыми, спортивными. Я надеюсь, что не только спартакиада, не только спортивные состязания вас здесь объединяют, но и дружба, взаимопонимание. Выши ноги! Выши ноги! Выши ноги! Выши ноги! Выши ноги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько лет спартакиада проходит в управлении образованием, я активный участник. Ни одного мероприятия не пропустила. Мы занимали и призовые места, и были просто участниками. Коллектив у нас небольшой, но мы не пропускаем ни одного этапа. Каждый год участвуем. Каждый год меняются этапы. Интересная эстафета преодолели. Будем надеяться, что показали хороший результат. Где-то немножко, может быть, могли бы побыстрее, если бы потренировались. До конца, до конца идем, до конца. Не расцепляйте ручки. Стоим, 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 стоим. Трасса классная. Участвую, правда, первый раз. Сначала был мандраж, тяжело, страшно. А потом собрались все команды и быстро побежали. Чуть-чуть небольшая заминка. И немножко планировали не так, а получилось. Получилось все даже лучше, чем планировали. А так, природа, погода. Хорошо, что есть такая организация. Спасибо всем организаторам большое за такую возможность участвовать. И провести субботнее выходное утро с пользой для себя, для здоровья, ну и для команды, для школы в целом. По итогам соревнований в подгруппе детских садов и учреждении дополнительного образования первое место заняла команда детского сада «Умка». На втором месте – сотрудники детского сада «Березка». На третьем – команда «Центр гармонии». Среди школ на первом месте школа номер 4. На втором – Улейминская школа имени героя Советского Союза Алексея Дерюгина. На третьем – педагоги Отрадновской средней школы. Продолжение следует...